Самый главный член нашего служения. Самый главный член нашего служения. И пусть в них, в их сердцах живет Твой Дух, Господь. Иисус, мы просим, чтобы Ты жил и пребывал в их жизни, Господь. Чтобы весь окружающий мир, все окружающие люди видели, что они не такие, как все. Что они, Господь, Твои. Что они принадлежат только Тебе. Что их жизни принадлежат небесам. Господь, мы просим Тебя, благослови, где бы они ни были. В городе, в дороге, в поле. Боже, в детском саду, в школе, Господь. Дальше в жизни пусть они будут всегда с Тобою. Пусть держатся всегда за Твою руку. Боже, святый, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, сегодняшнее детское служение. Боже, благослови воспитателей, учителей. Пусть через них является на них и изливается живая река. Твоего благословения, Господь. А воочи, мы за все Тебя благодарим и молимся с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Детки, будьте благословены. На своем. Сегодня у нас такое служение будет свидетельств, благодарности. Кто-то у нас приезжает, кто-то уезжает. Те, кто приезжают, хотят поделиться. Те, кто постоянно здесь, тоже хотят поделиться. Я бы тоже хотела начать с благодарности Богу. В первую очередь, за тот сверхъестественный отдых и сверхъестественную поездку, которую Он нам дал. И хотела бы также поблагодарить церковь, потому что церковь уже самостоятельная. И мы реально можем спокойно поехать и не переживать. Как Геннадий сказал, я в одной записке записала. Мы ходили на ужины, ужины деловых людей, которые проводятся у нас раз в неделю в Варне. И записали там, мне понравилось, как говорят, пишем записочки в небесную канцелярию. Я думаю, что, может быть, в молитве я бы не попросила у Бога поездку на Мальдивы. Мне кажется, мне бы даже в голову такое не пришло. Ну а в записочках там, знаете, пишут, смотрю, время еще есть, все пишут. И вот я написала такое. И я написала, я абсолютно забыла. Но у меня эти записочки все хранились в кошельке. И как-то я решила навести порядок в кошельке. Стала их все открывать. И то, что ответы Господа на мои молитвы, я их стала вычеркивать. И смотрю на одной записке желание поехать с мужем на остров. А это уже я их стала читать после того, как нам позвонили. И мы решили, что мы едем. Я думаю, ой, ну надо же, пришло же мне такое в голову. Потом перелистываю следующую записочку. И написано, хочу поехать на Мальдивы. Думаю, как мне вообще в голову могло такое прийти? И то есть я это осознала уже, когда, слава Богу, было решение. Поэтому, знаете, я вам хочу сказать, написано, что все тайные, какие-то ваши, может быть, желания, которые вам даже неудобно сказать Богу, желания сердца, вы открывайте Господу, и Он усмотрит. В свое время Он усмотрит. Самое интересное, что год назад Бог нам открыл о том, как важен отдых. Это было на пастырском служении, по-моему, я не помню, ли в Старо, ли в Новозагора. Это, конечно, через одну историю пророка Илья. Илья, когда он долго не отдыхал, не высыпался, и под прессингом, который был на него, он чуть не наделал глупостей, и, в общем-то, он искал себе смерти. Это описано в Третьем царстве, в девятнадцатой главе. Что было перед этим? Он должен был состязаться, он пригласил 450 пророков, которые поклонялись Ваалу. И он сделал жертвенник. И был такой спор, чей жертвенник Бог примет, тот и победит. Может быть, вы помните эту историю. Он залил свой жертвенник несколько, двенадцать, что ли, ведер воды. И, ну, то есть, это было колоссальное напряжение. Представляете, конечно, он доверял Богу, но, тем не менее, зажжется жертвенник или нет. Жертвенник зажегся, потом его искали убить. Всех пророков Божиих убили, он был последний. Плюс к этому вот это вот все напряжение. Плюс к этому он бежал перед колесницей Ахава. Написано примерно 20 часов. 20 часов бежать перед лошадьми. Представляете? Но я думаю, что это сверхъестественно. Нормальный человек. Но я не знаю, вот у нас собака, мы выходим, и он меня дергает, и мы бежим. Но я долго не могу бежать без остановки. А когда ты бежишь более 20 часов, это реально сверхъестественное что-то. И после всего этого написано, что он опечалился, искали убить его, и он искал себе смерти. Интересно, как его восстанавливал Бог. Что он ему давал? Он ему давал сон, еду, ворон ему приносил, вы знаете, да, и воду. В течение нескольких дней сон, еда и вода. То есть каждому человеку необходим отдых. Если, тем более, если у тебя еще и извне давление, да, в духовном мире происходит, то просто какой бы ты ни был сильный физически, духовно, тебе просто необходим воздух, да, воздух Духа Святого. И интересно, как восстанавливал. То есть сон, вода, пища, полезные должны быть, да, естественно, хорошие. И плюс к этому Бог Илью привел на гору и показал ему, помните, да, ветер сильно, там шум. И он говорит, не в этом Бог, не в этом Бог, там чуть ли не землетрясение, не в этом Бог. И пришло легкое такое дуновение ветра. И он говорит, вот это Бог. Вы знаете, когда мы реально, когда мы бежим куда-то, ну, понятное дело, что темп жизни, да, нужно все это, ну, держать, да, но когда мы устаем, и когда мы в загоне оказываемся, мы не можем слышать Духа Святого, мы не можем слышать Бога. И поэтому отдых просто необходим для того, чтобы успокоиться и услышать легкое дуновение ветра. Ну, в данном случае у нас было легкое дуновение бриза от океана. И интересно, нас пригласили в Корею с Геннадией, как спикеров, на большую конференцию. И у нас очень такая сильная, ну, большая тема. И у Геннадия, и у меня. И я до отъезда, я молюсь, нет откровения. Я думаю, осталось полтора месяца, мне говорить нечего. То есть я знаю темы, но откровения нет. Знаете, когда нет откровения, ну, что говорить? Я молюсь, я по ночам вставала, будильник ставила, чтобы тихо было. Нет. И вот лежу я под этим бризом морским, и, представляете, мне приходит откровение. Я такая встаю, чтобы не вспугнуть, и в комнату свою. Пришла, записала план, и все готово. Представляете? Слава Богу. Ну, вот реально, Бог, Он действует не так, как мы думаем. И там я тоже получила определенное откровение. Знаете, Иисус, когда был на земле, Он обычно говорил те темы, которые доступны людям. Да? С рыбаками Он говорил, как рыбак. Он описывал, как нужно закидывать сети, вытаскивать воду. Вот я сегодня с вами буду говорить, как дайвингист. Ну, потому что я там была, я увидела несколько таких интересных прообразов. Когда самый первый раз, два года назад, ну, так как-то очень неожиданно, я погрузилась в море. Я не ожидала этого от себя, и вообще, что все так получится. Я помню, я вышла и сказала, это сравнение, как будто бы ты погружаешься в другой мир, да? Это сравнение, как ты погружаешься в духовный мир. И там есть свои законы определенные, которые нужно знать, которые нужно выполнять, чтобы там не потеряться, чтобы сохранить себя. Так вот, интересно, когда мы приходим к Богу, Бог хочет, чтобы мы погрузились в определенные вещи. Давайте прочитаем из Иезекииля, 47 глава, с 1 по 12 стих. Вот там описывается определенная вещь, вот именно колен. На северном краю по дороге... Ой, 47, извиняюсь. Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Мы сегодня про поток пели, да? Что войди в поток. И смыкающиеся там, где войдут две струи, ну, вы знаете, да, это прообраз Духа Святого и Слова Божьего, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от населенных мест, да, Энгади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Аллилуйя. Про какой-то поток говорит здесь пророк Изекия, в котором нельзя идти. То есть можно двигаться пешком до какого-то момента, но потом просто нужно входить в этот поток и двигаться по течению этого потока. Тема моей проповеди сегодняшней, это знаете, сейчас я прочитаю, подводные течения духовного мира. Есть какие-то определенные течения, которые трудно пересекать, может быть, их не нужно. И как использовать в нашей жизни эти знания про подводные течения. Знаете, в море, в океане есть определенные состояния. Штиль, да, вы знаете, мы на море живем, вы все это знаете. Штиль, есть волнение, есть бури, есть течение. Самое классное для человека это штиль. Когда все любят плавать, да, здесь. В основном все приезжие, все любят море и плавать, да. Когда штиль, что мы любим? Классно полежать на матрасике, да. Солнышко, погодка хорошая. Если кто-то еще матрасик твой двигает, помните, как в детстве на матрас лег или в этот вкруг. И приятно так, кто-то тебя толкает, когда ты плавать еще не можешь. Ну, это примерно то, как мы приходим к Господу. И в основном всегда штиль, когда мы принимаем его, все классно, у нас мир, покой. Но интересно, что Бог не будет оставлять нас постоянно в этом состоянии. Бог хочет, чтобы мы познакомились еще и с другими вещами. Знаете, у нас такой случай был, мы погрузились. Мы долго, полтора года у нас не было дайвинга. И тут мы погружаемся, а это не море, это уже океан. И вдруг Гена увидел вот этого Наполеона, да, и как с камерой кинулся к нему. А мы плыли вдоль рифа. Ну, я там уже все забыла, у меня вода под маску затекла, я ее там пытаюсь вытащить. Инструктор вообще, вдруг Гена куда-то к этой рыбе кинулся, снимать ее. И она не знает, мне там помогать. А его начинает уносить течение. То есть океан – это не море. Его начинает уносить течение, он понимает, что он от нас отдаляется, и он начинает сопротивляться течению и плыть к нам. Я же не знаю, что он сопротивляется течению. То есть, в принципе, я не могу понять, что происходит. Он подплыл, и инструктор нам говорит, быстро наверх. Ну, это определенные знаки. Я не могу понять, почему наверх. У меня компьютер пищит, что нельзя так быстро подниматься. Ну, есть определенные вещи, которые нужно соблюдать под водой. И я показываю, что у меня компьютер пищит. Она показывает срочно наверх. Оказывается, он, борясь с течением, потерял кислород. И у него нет кислорода, ну, кончается. Ему нужно подниматься. А у меня компьютер показывает, что экстренное, слишком быстро поднимаемся. Это тоже опасно. И, в общем, я не могу понять, мы выплыли. И она говорит, вы что делаете? Там течение. Нужно держаться рифа. Близко к рифу нельзя. Вас ударит далеко от рифа нельзя. Там течение. Вы что делаете? А мы такие, да мы вообще в океане первый раз. И знаете, и она нам стала рассказывать о течениях. Вот под водой нужно знать определенные вещи. То же самое, когда мы входим в духовный мир, нужно знать определенные вещи. Знаете, нужно держать плавучесть. Плавучесть – это нельзя резко подниматься наверх, нельзя резко опускаться вниз. Почему нельзя? Потому что, когда мы опускаемся на глубину, то под действием колоссального давления воды у нас в легких пузырьки воздуха, они активно впитываются и усваиваются нашей кровью. То есть они как бы сжимаются и находятся в сжатом состоянии. Когда мы начинаем подниматься, резко мы поднимаемся, он может резко, он не успевает вернуться в легкие и может резко надуться и закупорить тем самым, или сосуд, или кровеносный сосуд головного мозга. У нас есть, на Кипре был первый инструктор, он говорит, что у него такой пузырек где-то там застрял, и у него координация нарушилась. Ну, какое-то время он не мог отходить. Это называется декомпрессионная болезнь. То есть, ну, определенные вещи. Для этого нужно пользоваться компьютером, нужно смотреть, как ты погружаешься. Если ты быстро погрузился, барабанные перепонки могут пострадать. Если ты быстро поднялся, то есть тоже есть определенная опасность. Нужно следить за уровнем воздуха, чтобы кислород не закончился. Вы знаете, то же самое в духовном мире. Мы, когда получаем Библию, я помню, мы уверовали, и мы думаем, да ну, мы сейчас тут всех бесов разгоним, мы сейчас как дадим. И начали духовную войну. Ну, и как получали, потому что на одной только мотивации не пройдет. Что нужно? Нужны знания, нужна теория. Это Слово Божие. Аминь. Сначала молоко, потом тверже и тверже. Что нужно? Нужна практика. Она нам сказала, у вас практики нет. Вы же давно все это делали. Постоянно практика, да? То есть, получил откровение, помолился. Вам нужен инструктор. Почему нужна церковь, да? Можно дома читать. Можно читать дома. Ну, ты не сможешь двигаться в Духе Святом. Нужно общение. Нужно полноценное общение. Когда ты делишься с кем-то, он говорил, слушай, ну, я это уже проходил. Это вот так, вот так вот. А это вот так, вот так. Поэтому эти моменты, они очень важны. И помимо того, чтобы входить в духовную брань, нам нужна не только подготовка, но и специальная эпикировка, да? Если бы вы знали, как мы спускаемся в воду, там баллоны, специальные штучки. Я каждый раз думаю, так, тут не забыть застегнуться, тут это не забыть, маска, чтобы не затекла, дышать ртом, а не носом. Знаете, в духовной войне то же самое, правда? Потому что описано в Библии, оденьте шлем спасения, возьмите щит веры, обуйте ноги, специальную обувь, жилет оденьте, пояс. То есть это важные вещи. И все это мы приобретаем постепенно. Мы увидели, услышали, прочитали, применяем в практике и так далее. И мы входим, как написано, от веры, веры. Мы переходим на определенный уровень. Нельзя погрузиться сразу раз на 30 метров в глубину. Невозможно, человек не выдержит. Но постепенно от уровня к уровню мы переходим. То же самое в духовном мире. Знаете, меня кидало постоянно на риф. Гена уносила течение. Я поняла, знаете, мы когда в духовном мире, то же самое у нас. Мы начинаем двигаться, мы входим в этот поток, кого-то кидает, кого-то откидывает. И знаете, я хочу сказать, чтобы у вас не было огорчения. Потому что кто-то смотрит, думает, слушай, как он держится, а, нормально. Все так классно, а я какой-то, я что, неудачник, что ли? Ну, бывает же, приходят такие мысли, да? Это нормально, потому что мы все учимся. Мы все ошибаемся. Мы все проходим какой-то определенный момент. И, знаете, нам стали говорить, есть течение. Вот кто в варне уже живет, плавает, знаете, что такое течение, да? В Черном море. То есть оно может оттаскивать тебя. Ты плывешь, возвращаешься к берегу, а оно тебя оттаскивает от берега. Нас сразу предупредили, не надо плыть против течения. Вы потеряете силы, начнете паниковать. Нужно плыть перпендикулярно, отплыть в сторону. Это течение, оно остается здесь. Вы отплываете в сторону и приплываете к берегу. Это определенная мудрость. Но, знаете, есть еще очень интересная вещь. Можно научиться использовать течение в своих целях. Мы видели, как одни... Мы тоже, у нас был один день, когда мы плыли по течению. Это такой кайф. Ты вот так вот просто вот ручки сложил, ножки сложил, и тебя несет. И причем преимущество в том, что ты на большой скорости проходишь большое расстояние. И ты видишь там рыбки, эти кристаллы, вот эту вот красоту. Но ты не используешь свои силы. Ты не используешь кислород. А почему? Потому что у тебя есть опыт, у тебя есть практика, и ты используешь силу течения. Но знаете, в каком случае применяют эту силу течения? Когда у тебя есть цель, когда ты знаешь, куда ты пловешь. Потому что течение может тебя завести так, что корабль тебя потом не найдет. Лодка тебя потом не найдет. Я когда-то услышала, что орлы ждут потока воздуха. Они поднимаются в небо, они парят и ищут поток. Находят этот поток, распрямляют крылья и используют силу потока. Это прообраз того же самого течения. Знаете, когда мы в Духе Святом, очень важно... Это не значит, что мы должны лечь и ничего не делать. Мы движемся, но мы ищем этот поток. Мы ищем это течение. Это движение Духа Святого. И когда мы в Него входим, этот поток, Он нас несет. Но еще раз хочу сказать, Он нас понесет, если у тебя есть цель, предназначение и видение. У каждого из нас есть определенная цель. Для этого Бог не зря вас привез, привез, да, привел в Арну. Не зря мы здесь. Есть определенная цель. Спроси у Господа, какая цель? Какое мое предназначение? Для чего, Бог, Ты хочешь меня здесь использовать? Второй момент. Войди в воду. Не надо бояться. Войди в воду. Какое-то время ты будешь идти по старому мышлению, да, как ты ходил. Но в какой-то момент нужно просто оторваться. Весь свой старый опыт. Просто его оставить. Довериться Господу. И он понесет. У нас, знаете, сегодня пишут, ну, у нас чат прославительский. И я пишу, ну, я слышала, что сестры приболели. Я говорю, кто сегодня в строю? Спрашиваю. И пишут мне, что Людмила пишет, я температурила, не могу. Мария пишет, я не могу. Я думаю, Костя на работе. Думаю, ну, сейчас придем. Три человека. Прихожу. Я говорю, Оля здесь. Я говорю, о, слава Богу, голос есть. Чуть попозже венцы приходят. Я говорю, о, слава Богу, барабанщик есть. То есть, когда мы свои переживания отдаем Иисусу, Он начинает заботиться о нас. Знаете, есть безопасное место. Вот когда шторм, волны, да, корабли уходят подальше от берега. Когда шторм и волны на самой глубине, там тихо. Есть безопасное место. Помните, когда ученики Иисуса возвращались, они были на рыбалке, и поднялся шторм, и они там какие-то действия начали предпринимать, они перепугались, лодка там уже терпит кораблекрушение, а Иисус спит на борту. И они ему говорят, будет, и говорят, тебе что, дела нет до нас, что ли? Мы же тонем. Иногда кажется, что Бог нас не слышит. Иногда кажется, что Бог спит, что ли. У нас такое творится. Знаете, есть место безопасности. Это углубиться в Иисуса Христа. Чем глубже ты погружаешься, тем безопаснее. Аминь. Давайте скажем, чем глубже я в Иисуса Христа погружаюсь, тем безопаснее. Аллилуйя. Чем глубже мои отношения с Иисусом, тем легче я буду переносить невзгоды. Только один вопрос, готов ли ты войти в поток. Потому что иногда это страшно. Знаете, я перелистывала конспекты, и за прошлый год такую фразу прочитала, мне понравилось. Лучшие средства сидеть в дыре – это начать обвинять других в том состоянии, в которое ты попал. Еще раз прочитаю. Лучшие средства сидеть в дыре – это начать обвинять других в том состоянии, в которое ты попал. Человеческая натура, мы такие, что мы всегда ищем причину, чтобы оправдать себя. Мы можем обвинить других, еще кого-то, еще кого-то, но только не я. Знаете, я бы хотела прочитать еще одно место про Вартемея. Я думаю, что большинство слышали про него. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Приходит Иерихон, это Иисус. И когда выходил он, Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» То есть он повторял несколько раз. Проходит Иисус, ну, медленно, пешком же, не на джипе он проезжал, медленно идет, да, может быть, уставший, потому что дорога длинная, из Иерихона. И этот слепой, видя Иисуса, кричит несколько раз, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Ну, представьте, одно и то же, когда говорит, начинает даже раздражать. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, то есть он громче стал, «Сын Давидов, помилуй меня!» «Сын Давидов, помилуй меня!» «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Что мы здесь видим? Мы видим желание большое, что человек не хочет жить так, как раньше. Он настоятельно звал, кричал Иисуса. Еще один момент, очень интересный, в 50 стихе описывается. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Он сделал определенное действие. Вы знаете, вот эта одежда, которую он сбросил, она выдавалась слепым, она выдавалась, может быть, каким-то коллегам. Это была привилегированная одежда попрошаек. То есть не всем можно было просить. Ну вот мы сейчас проходим, есть кто-то просит, и очень часто мы не знаем, кому дать, правда же? Потому что кто-то действительно нуждается, а кто-то просто не хочет работать и попрошайничает. Так вот, в то время выдавали специальные одежды. И именно этот человек, который показывал, что этот человек нуждается, и ему нужна помощь. Вы знаете, что сделал слепой, когда Иисус позвал его? Он снял эту одежду. Он бросил ее. Это был шаг веры. И дальше написано, что он встал и пошел к Иисусу. Он произвел действие. Его вера, она превратилась в действие. Мало только услышать. Иисус зовет сегодня всех, правда? Он сказал, позовите мне Его. Иисус зовет сегодня каждого. Он обращается к каждому сердцу. Но не каждый может снять удобное, в чем мы находимся, и сделать шаг веры. В Артемии принял ответственность за положение, в котором находился. Он отказался, еще раз скажу, от своей одежды привилегированного попрошайки. Аллилуйя. Еще одно заключение. Я бы хотела прочитать одно место. Это Исайя, 44 глава, 3 стих. С 3 стиха, я не помню, Оксана будет включать. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Бог изливает не на каждого. Он предлагает каждому, но изливает не на каждого. Он говорит, я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Излию Дух мой на племя Твое и благословение Мое на потомках Твоих. Аллилуйя. Жаждешь ли ты? Хочешь ли ты войти в поток? Знаете, Илья 20 часов бежал перед колесницей. Это сверхъестественное, да? Знаете, мне говорят часто, я говорю, давайте то сделаем, то сделаем. Мне говорят, у, дети маленькие там, то, все. Я думаю, я вспоминаю, у нас были дети маленькие, мы такие дела делали вообще. Бог дает сверхъестественные силы. И, знаете, нам часто говорят, что как вы все успеваете? Да мы не успеваем, мы просто в течение входим, и оно несет нас. Но чтобы войти в течение, мы бились, нас било, нас выносило. Мы уставали, мы изнемогали. Но в итоге мы научились двигаться в нем. Я хочу сказать тебе, что ты тоже можешь научиться двигаться. И если тебе кто-то скажет, что это нереально, я тебе хочу сказать, что это реально. И в заключение, если твой корабль терпел кораблекрушение, если ты терял силы, если у тебя кончался воздух, как у Геннадия, да, и не было надежды, я тебе хочу сказать, что не отчаивайся. Это нормальный процесс духовного роста. Входи в поток. Пусть твое сердце будет жаждущим. Жаждущим по Богу. Ищи течение. Ищи цель. Ищи свое предназначение. И Бог поведет тебя в чудесные места. Он даст тебе сверхъестественное переживание. Жизнь Богом – это чудесное приключение. Я вам хочу сказать. Это чудесное приключение. Ну, бывает, что заносит не туда. Бывает. Но относитесь к этому просто как к приключению. Ну, занесло не туда. Знаете, я помню, мы поехали, один миссионер приехал. Он говорит, у нас встреча в Казахстане, в католическом храме. Я взяла адрес, вообще там никогда не была. И мы поехали. Я еще одна сестра, я за рулем. И мы поехали по улице. Я не знаю, это майкудук. Кто с Караганды знает, что такое майкудук. И я села. Села в сугроб. Знаете, что это такое? Это четыре колеса в сугробе. И ни туда, ни сюда. Я вышла такая. Вот это мы сели. Сестра выходит, говорит, как мы вылезать будем? Я говорю, не, ну вот это мы сели. Я еще из такого не вылезала. И она мне потом говорит, слушай, мой бы муж вышел бы, и там бы, и пошли бы, ругательство. Я говорю, не, ну классно. Нас потом вытаскивали несколько джипов. Мы подняли на уши всю улицу. Нам вынесли там лопаты, нас откапывали. Это большое приключение. Мы потеряли время немножко, но у меня опыт. Теперь, если нет колеи, не лезь туда. Я приобрела определенный опыт. Да, поэтому жизнь с Богом – это большое приключение. И я, знаете, в заключении хотела бы предложить помолиться. Кто хочет научиться плыть по течению? Я тоже очень хочу. Помолимся? Давайте встанем, обратимся к Господу. Все возможно. В Господе все возможно. Боже, я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за эти откровения, Господь, которые Ты даешь нам. На таком простом уровне, Господь, доступном. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за всех людей, Господь, которые движутся за Тобой. Господь, если кто-то потерпел какое-то кораблекрушение, Господь, и если сердце кого-то сейчас, Господи, оно как-то чем-то тяжело на сердце, Боже, я прошу Тебя, сними эту боль, Господь. Дай увидеть цель, дай зажечься Тобой. Просто дай войти в Твое помазание Духа Святого. Дай нам двигаться в этом течении. Есть, Господь, остановки безопасности, когда мы устали, и мы просто останавливаемся и углубляемся в Тебя. Боже, Господь, дай нам углубляться и двигаться дальше. Я верю, Господь, что в Тебе мы можем такие сверхъестественные вещи делать, Господь, просто которые, Господь, мир будет смотреть и говорить, как они это делают, какую силой они это делают, как приходили к Иисусу фарисеи и спрашивали, какую силой они это делают. И мы будем говорить, что мы делаем это Духом Святым, что мы входим в этот поток, и этот поток движет нас. Господи, я прошу Тебя сейчас за эти сердца. Если есть какой-то страх, недоверие, Боже, убери сердец. Убери, Господи. Дай просто сделать сегодня шаг веры, как этот Вартимей, когда-то снял эту одежду по прошайке, и он верил в то, что Иисус освободит его. Он верил в то, что он прозрит. Так и сегодня, Господь, дай нам сделать этот шаг веры. Дай нам, Господь, сделать шаг за шагом в этот поток, отпустить наше привычное движение, просто погрузиться в этот поток, чтобы Он понес нас, чтобы Он понес нас в чудесное приключение. Это чудесное приключение – двигаться в Духе Святом за нашим Господом Иисусом Христом. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за все чудеса, Господь, которые Ты показывал нам и показываешь, за Твое сверхъестественное обеспечение, Господь. Если кто-то сегодня нуждается материально, Господь, приди покоем в эти сердца, потому что Ты сказал, что Ты не оставишь праведника. Ты не оставишь праведника в нужде с протянутой рукой. Господь, я знаю, какие бы ситуации мы ни проходили, и даже если приходила паника, я помню, Господь, как Ты нас сверхъестественно просто выводил из различных ситуаций. Господь, и пусть эта вера придет в каждое сердце. Ты никогда не оставишь. Тем более Ты сказал, что тем, кто живет в чужой стране, на том двойное помазание. И я сегодня провозглашаю это двойное обеспечение, двойное помазание, двойную благодать, двойную милость во имя Иисуса Христа на каждом, кто сегодня здесь обращается к Тебе. Мы молились во имя Иисуса Христа, Господа нашего, и весь народ Божий скажет Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.